В Лондоне живут миллионы человек, и, как любой другой мегаполис, он продолжает расширяться. Парки для города – это его лёгкие, где люди могут насладиться природой. Но часто ли мы позволяем себе просто посидеть среди деревьев и послушать щебетание птиц? Британские учёные решили научно доказать положительное влияние прогулок на свежем воздухе на психику. Команда из Института психиатрии в Лондоне разработала приложение, при помощи которого можно было следить за передвижением и настроением более ста участников исследования. В ходе недельной программы люди отвечали на вопросы о своей среде и душевном состоянии, а GPS-трекер отслеживал их точное местоположение. «Для городских жителей больше риск развития психических отклонений. Например, у горожанина в три раза больше шансов заболеть психозом, чем у того, кто живёт в сельской местности. Чего мы не знаем, так это того, какие конкретно аспекты городской жизни увеличивают этот риск». Влиять на психику может всё – от архитектуры и транспорта до общей обстановки в городе. Учёные считают, чем больше город, тем больше риск. «Мы видели исследования, в ходе которых человека перевозили из города в сельскую местность, и его состояние улучшалось. Мы также видели, что риск возрастает с возрастанием размеров городов». Теперь учёные готовятся к клиническим исследованиям. В ходе экспериментов за состоянием участников будут следить врачи. При этом новое приложение поможет отслеживать мысли и эмоции людей и сопоставлять их с полученными в ходе исследования данными. «Интуитивно мы все понимаем, что природа хорошо на нас влияет, но не хватает фактических доказательств, благодаря которым можно было бы осуществлять городское планирование». Исследования проводили как среди здоровых людей, которые считают, что подвержены риску психического заболевания, так и среди тех, кто уже страдает от душевных недугов.